Мазь ортофен оказывает противовоспалительное, анальгизирующее действие, уменьшает боль, отеки и гиперемию тканей. Показания. Заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника. Ревматические поражения мягких тканей, мышечные боли ревматического и неревматического происхождения, травматические повреждения мягких тканей. Способ применения и дозы. Применяют наружно. Взрослым и детям старше 6 лет препарат наносят на кожу 3-4 раза в день и слегка втирают. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Разовая доза препарата 2 грамма, что по объему сопоставимо соответственно с размером вишни. Продолжительность лечения без консультации врача не должна превышать 10 дней. Противопоказания. Повышенная чувствительность к диклофенаку, метилсалицилату или другим компонентам препарата. Ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противоспалительным препаратам. Аспириновая астма. Беременность. Третий триместр. Период лактации. Детский возраст до 6 лет. Нарушение целостности кожных покровов. С осторожностью применяют при печеночной порфирии, обострении. Эрозивно-язвенном поражении желудочно-кишечного тракта. Тяжелых нарушениях функции печени и почек. Хронической сердечной недостаточности. Бронхиальной астме. Пожилом возрасте. Детском возрасте до 12 лет. Беременности в первом и во втором триместре. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат нельзя применять в третьем триместре беременности. Опыта применения диклофенака в период лактации не имеется. Использование в первом и во втором триместрах возможно только после консультации с врачом. Особые указания. Ортофен следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку. Не следует допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки. Побочные действия. Местные реакции. Экзема. Фотосенсибилизация. Контактный дерматит. Зуд. Покраснение. Отечность обрабатываемого участка кожи. Папулы. Визикулы. Шелушение. Системные реакции. Генерализованная кожная сыпь. Аллергические реакции. Крапивница. Ангионевротический отек. Бронспастические реакции. Фотосенсибилизация. Условия хранения и срок годности. Хранить сухом, прохладным, защищенным от света мести. Срок годности 2 года.